Эти люди регулярно помогают другим, однако сами также нуждаются в поддержке. Заботясь о своих подопечных, сотрудники социальных центров сталкиваются со множеством затруднений. Так, задача комфортной транспортировки клиентов всегда была проблемой. Поддержать в этом вопросе Щелковский комплексный центр соцобслуживания и социально-реабилитационный центр «Семья» решил депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Сертификаты на общую сумму 2 миллиона 200 тысяч рублей пойдут на закупку специализированного транспорта. В первую очередь мы закупили 10 автомобилей для всех поликлиник района, особенно сельской местности, для врачей, которые ездят по участку и для педиатров. Вот мы эту задачу выполнили. Поэтому на 2016 год два автомобиля, как мне сказали, они комфортабельные будут для перевозки. Два у таких социальных подразделения. К вам сегодня мы приехали и сейчас поедем в семью. Новые машины будут оснащены всем необходимым для перевозки пожилых людей и граждан с ограниченной подвижностью. Ну и, конечно, самых юных клиентов, ребят, которых поддерживает центр «Семья». Фотоколлаж – это все направления работы нашей, патриотическое, нравственное, эстетическое воспитание детей, которые приходят к нам в центр. И наши специалисты работают в этих направлениях и радуют этих детей. Поэтому вам на память. И здесь вот спасибо. 2016 год как раз вот в тему мы хотим вас поблагодарить. Также в рамках встречи с коллективами социальных центров Владимир Шапкин обсудил и более масштабные проблемы финансирования, нюансы сотрудничества со страховыми компаниями. Страховые компании, они оказались не готовы к этому, для того, чтобы организовывать систему, как вы говорите, как это делал до этого соцзащита. Вопрос этот поставлен перед нашими коллегами, депутатами Государственной Думы. Почему? Потому что, в первую очередь, они должны исправить и нести изменения, соответствующие в закон о страховой медицине. Мы ждем от них этих решений и на основании этого мы будем вносить изменения и в наше областное законодательство. Средства, выделенные на закупку машин из депутатского фонда, поступят в течение этого года. Качество будущего транспорта депутат обещал проконтролировать лично. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».